Ежемесячно глава администрации города Чебоксары проводят прямую телефонную линию, на которой отвечает на вопросы горожан. В этот раз вместо Алексея Ладокова звонки принимал его заместитель по вопросам ЖКХ и благоустройства. Общение длилось более часа. За это время заместитель главы администрации ответил на 43 вопроса. Завышенные суммы в платежах, уборка улиц и территорий возле них, ремонт дорог, жалобы на работу управляющих компаний. Основные проблемы, с которыми обращались горожане. Впрочем, это неудивительно. Многие просили разъяснения, почему резко возросли платежи за общедомовые нужды после введения новой системы оплаты коммунальных услуг. Ну вот мы удивляемся, почему получается такое большое количество воды на общедомовые нужды. Ну там есть спорный вопрос. Вот в прошлой неделе этот вопрос мы как раз рассматривали на правительственной комиссии, в госжилинспекте. На сегодня там надо будет по этим расчетам заплатить. Сейчас если решение будет принято, потом перерасчет обязательно сделают. Мы вот думаем, что нормы неправильные. Есть такой вопрос. Такой вопрос сейчас на контроле. И когда будет решение... Потом все ответы можно будет найти. Я думаю, в январе месяце этот вопрос уже решится. С обидой и недовольством говорили о капитальном ремонте жителей, дома которых обошли в этот раз стороной. Вопрос можно будет рассмотреть после принятия проекта бюджета на следующий год. Житель Новоюжного района поднял проблему ненадлежащего содержания дороги возле продовольственного магазина «Сахарок» по улице Кадыково, где сами жители самостоятельно не смогли найти ответственного за уборку. В течение 14 лет, наверное, уже не убирается совсем. Я так понимаю, деньги выделяются, средства и так далее. А хозяев мы найти не можем. Рядом находится управительская компания «Пик-1». Эта территория к ним не относится. Поговаривали, что вроде зеленстрой. Мы тут и в телевидение обращались, и в администрацию обращались. Никто найти концов не может. Убираться будет эта территория в конце концов или нет? Ответ на вопрос был кратким. Будет. Найти ответственного пообещали в кратчайшие сроки. Волновала горожан и замороженная стройка в микрорайоне Байконур. Кто-то хочет приобрести там жилье, а кто-то уже участвует в долевом строительстве. Ждет его продолжений и, конечно же, новоселья. Пока на сегодняшний день вопрос обсуждается, окончательные решения пока не принято. Поэтому мы просим подождать пока. Разобраться на месте удалось лишь по восьми вопросам. Остальные передали ответственным структурам. Контролировать их решение и исполнение будет сам глава администрации города Алексей Ладыков. Ольга Григорьева, Данифат Агирова, Константин Козлов, Республика.